Аминь. Бог отвечает на молитву веры. Аллилуйя. Поэтому перестань смотреть на себя, как на неудачника, как на человека полного проклятия и неудач. Нет, ты новое творение. И даже если обстоятельства говорят по-другому, не смотри на обстоятельства. Вера, она не смотрит на обстоятельства. Вера, она смотрит на Слово Божие. Я новое творение во Христе Иисусе. Я человек, которого благословил сам Бог. Аминь. Да, порой время какое-то проходит. Вы поймите, Абрам, он тоже не... Когда начал веру упражнять, он выходил на улицу, смотрел на звезды. И говорил, нет, это не звезды. Это мои потомки. Потом он смотрел на песок. Это не песок, это мои потомки. Потом он говорил, я Абрам. Я отец множества. И он постоянно это делал. Смотрел, говорил. Смотрел, говорил. И пришло время. Сколько времени пришло? Ну, после первой встречи Бога прошло 25 лет. После того, когда Бог сказал ему исповеданием заниматься, прошел год. Сколько ребенок в утробе матери? Девять месяцев. Двенадцать минус девять? Три месяца. Получается, Авраам три месяца активно исповедовал Слово Божие, которое Бог ему дал. И три месяца он взирал на эти картины. Три месяца. И спустя три месяца его жена забеременела. Аллилуйя. Скажи Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу подчеркнуть, это не было за один день. Может быть, у тебя больше, чем три месяца уйдет, это чудо от Бога ожидаешь. Может быть, у тебя год уйдет, но не имеет никакого значения. Как Бог сказал, это не твое время, а знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Ты будь верен, верь, смотри на невидимое, провозглашай Слово Божие, исповедуй, и чудо придет в твою жизнь. И через это чудо ты будешь свидетельствовать, и другие люди воздадут славу Богу. Аллилуйя. Поэтому вера, она видит, и вера, она говорит.